Серьезные гонения. Чаще всего римские власти не жаловали тогда наших братьев с вами и казнили многих христиан. Мы не знаем точно, сколько их было репрессировано, но предполагаю, что было очень много репрессировано. И церковь выстроила, церковь в это время, она очень сильно отличалась от того, что было потом. Потому что церковь в это время не имела ни икон, мощами не интересовалась, поясами Марии их не заманивали в то время. Они были нормальной духовной ориентацией и без этих странностей. Я расскажу потом, как это все пришло, как мы дошли на жизнь такой, как постепенно всевозможные мерзости языческие пришли. Просто, знаете, как селевой поток хрынул в церковь Божью. Это было чуть позже. Так вот, в 313 императоры на западе, Константин на востоке, Викиний согласились, подписали закон, специальный миланский эдикт, по которому христианство переходило из разряда гонимых религий, или же иногда терпимых религий первых трех столетий, в разряд государственных религий, наравне с другими основными религиями Рима. Это было сенсацией, это было, скажу, революционным заявлением. Но, с другой стороны, это было уже естественным фактом, потому что, де-факто, христианство уже было государственной религией, религией, которая так или иначе охватывала порядка 10% населения Рима. Римской империи. Но, особенно в городах, это было так, в селах было меньше, 5% гораздо христиан, обращенных в христианство, но в города было до 10%. Поэтому, де-юре, рано или поздно, надо было признать, христианство государственной религии. И это произошло в Миланском Эдикте 313 года. Затем было до самого 325 года такое, знаете ли, время переходное, я бы назвал, легализация христианства. Порядка 100 автокефалий, союзов, как бы, церквей, независимых союзов церквей, в это время христианских легализовалось. Порядка 100 союзов церквей. Разных, порой отличающихся по некоторым традициям, но христиане и на востоке, и на западе, ведь империя была огромная. Только вдумайтесь, да, от Великобритании до Ирана и Ирака, от там севера, там, ну, Германии, чуть ли, Скандинавии, и до африканских этих территорий. То есть, огромнейшая империя, да. Но христианские союзы церквей, легализовавшиеся порядка 100, некоторые историки пишут, более чем 100 союзов, включая африканские малоизвестные союзы. Христиане к радости обнаружили, что, несмотря на три столетия гонений, учение сохранялось одинаково. В условиях конспирации, порой строжайшей конспирации работали братья, в условиях очень непростых. В основном, процентов 99,9-х, все христианство строилось на ячеечной структуре. Большие собрания были очень редкими, чаще всего очень опасными, и церковь развивалась за счет сети домашних ячеек, домашних групп. Некоторые протестанты думают, о, это откровение 21-го столетия, 20-го столетия, ерунда. Это очень хорошо забытые старые. Первых 300 лет христианство только так и жило вообще. В некоторых регионах планеты, допустим, Китай, в условиях коммунистических этих гонений, до сих пор только лишь за счет ячеечной структуры церковь выживает. Я не говорю о продажной официальной китайской церкви, я говорю о настоящей гонимой христианской китайской церкви. Не те, которые там для туристов Олимпиаду зазывают, а те, которые на самом деле несут Евангелие Иисуса Христа. Не те, которые Мао проставляют, а те, которые Иисуса проставляют. И знаете ли, друзья, но к 325 году легализовались основные христианские церкви. Хотя оставались и, можно назвать их условно, нерегистрированные братства. Но их было, как считается, незначительно. Хотя есть разные мнения историков на эту тему. Так вот, но легализовавшаяся церковь в это время составила костяк будущей такой Рима-Византийской церкви. Исторического христианства, которое пошло путем, к сожалению, такого преступного, я считаю, соглашательства с императорской властью. И смешание началось христианство с язвичеством. Постепенно. Хотя в 4-м столетии ничего такого фактически страшного, ну как, по большому счету ничего страшного не произошло. В 325-м проходил, допустим, Первый Вселенский Собор. Потом, там, в 381-м году был Второй Вселенский Собор. Ну, ни на Первом и на Втором Соборе ничего такого, как бы, особо страшного не произошло. Казалось бы. Но кое-что таки произошло. И на Первом и на Втором Соборах христианские лидеры присягали власти на верность. И один из императоров, который был вот между этими соборами, его звали Иавиан. Полководец такой, начальник, салдафон, знаете ли, такой. Но он очень четко выразил позицию Рима по отношению к церкви. Собрав христианских епископов, спорящих о разных вопросах учения, там были разные фракции представлены, разные епископы с разными мнениями. Которые даже порой уже отказывались друг другу руки подавать. Он собрал их, этих епископов, в приказном порядке. Он был полководцем, он только лишь команды мог отдавать. Собрал этих епископов и сказал им, официально заявил, то, что мне угодно, это ист канун церкви. Не то, что вы решите, не мнение ни тех, ни тех, то, что мне угодно. То, что я, хотя, как слон в посудной лавке, в богословии этот император, скажу, больше треска и ничего конкретного не было принято. Но эти слова Иовиана подхватили другие. И в 381-м уже более умный политик, талантливый, одаренный Феодосий Великий, Феодосий I, великий император. Он эти слова повторил, но уже мягче, не командно, не напрягаясь, но напугал людей очень сильно. Потому что он заявил нас также и перед собором, и на соборе в Сирианском II, то, что я решу, то, с чем я соглашусь, это будет правилом для всей церкви христианской. И, к сожалению, ни Иовиану, ни Феодосию I не было возражений. Ну, Феодосий, правда, возразил, он там один из епископов из Италии, миланский этот. Надо же. Забыл имя, извиняюсь. Сейчас один из епископов возразил, но не прямо во время этих дебатов, а чуть позже. Когда начались процессы, когда начались репрессии, он казнил Фессалоника, допустим, была страшная резня ученена, и император Феодосий назвал это инквизицией. Впервые в истории христианства прозвучало очень страшное слово, которое потом стало одним из самых зловещих вообще, как бы, таких слов в истории христианства мирового. Он назвал это расследованием, и казни в Фессалониках он назвал именно оправданными с точки зрения вероучения христианского, как бы, что вот это еретиков, это отступников, это вот те, которые не соглашаются с генеральной политикой, вот, значит, как бы, моей императора и церкви, ну, как бы, государственной церкви, христианской церкви. В Фессалонике была страшная резня, греки были в ужасе, и итальянский, этот миланский епископ, он выразил свой протест официально в письме и заявил императору, что если дальше будет кровь проливаться вот так же, то, значит, он, ну, он отступник, он не христианин вообще, что это не наши методы, что Христос так не повелевал делать. Напомните мне, кто, может, помнит историю христианства, кто это был? Епископ Амвросий, как же его забыть, Амвросий, Амвросий Медиаланский, знаменитый епископ, да, ну, кстати, ну, это был епископ такой, еще тот, еще, он вообще, и не был крещеным, когда еще избрали его епископом, даже, он был военным вообще-то, он был полководцем, генералом, его там в Милан послали еще по другому делу, а из-за того, что его послали в Милан, из-за того, что там была, ну, как стенка на стенку в городе, то есть, один квартал Милана бился с другим кварталом, и бились уже конкретно, не на жизнь, а на смерть уже бились, ну, были жертвы, трупы, изуродованные люди были там, вот, и его послали наводить порядок, а смутой послужил, знаете, что, смерть местного епископа, и хотели избрать нового епископа, значит, и, так сказать, были разные мнения, одним словом, и в конце концов вылилось все это в городскую смуту, значит, и он приехал туда, навел порядок, что, и в конце концов, значит, он выслушал и тех, и других, и он всем понравился, и когда опять в соборе крики были, и опять уже намечалась драка, сообщили Амвросию, он пришел туда со своим отрядом солдат, разделил группы этих протестующих, которые готовы были подраться, и кто-то из столб и сказал, ну, например, одна пополам подричала, там, к примеру, Ивана в епископе, другие Петра, там, в епископе, допустим, и кто-то их сказал, Амвросий епископом, он порядок навел, вот его епископом, и все, о, давайте, давайте Амвросий где-то епископом, он стал епископом церкви, он говорит, братья даже не крещены, ничего, покрестим тебя сейчас, и все, и он стал архиепископом Миланским, Но он очень был мудрый епископ Кстати, один из лучших, наверное, епископов того времени Значит, вот так в жизни бывает, да, слушайте Так вот, и Сейчас придет, допустим, сюда Допустим, какой-нибудь там, не знаю, чиновник Скажет, вот, вот он, епископов наш То есть, вот такие были времена, слушайте, а В конце, вообще, четвертого столетия Церковь, она попала под такую, ну Нехорошую волну влияния государства Смешивалась с государством И на смешание с язычеством Уже, ну, вопрос был лишь в времени, как бы, когда это произойдет 431 год, еще запомним 431 год Прошло четыре столетия После уже начала церкви Мирового христианства, начало И вот первых четыре столетия Христианство больше или меньше Порой отступая уже, порой Сохраняясь В библейском учении Но, знаете ли, христианство оставалось на библейских позициях Первых четыре столетия То есть, первых четыре столетия Христиане не молились никому помимо Господа Допустим, не только во время гонений Римских императоров, но и уже в мирное такое, ну, время Существования В христианской церквях не молились никому помимо Господа Вот в четвертом веке В Римской империи были построены, ну, тысячи Тысячи разных храмов Больших и малых И в Африке, и в Европе, значит, там, и в Азии Но ни в одном из этих храмов, ни в одной из этих церквей не молились никому помимо Господа Никому и в голову не приходило, допустим, молиться там матери Иисуса Или другим каким-то святым Но в конце четвертого столетия И начале пятого уже столетия Появились такие учения, что, мол, можно и даже нужно молиться Не только Богу, а еще Некоторым достойным, особенно достойным святым Это учение зародилось в Африке В северо-восточной Африке Эфиопия Значит Другие страны Египет, собственно, тоже Северо-восток Африки Африканские монахи Тогда зародилось монахи Слышали все о монашестве Значит, монахи Монашество зародилось именно в четвертом столетии Отцом-основателем, как считается, был Антоний Прозванный великим И монашество вышло из гностицизма Не слишком ли много терминов, может быть, сложных? Нет? Все нормально? Все понятно? Так, записка прибавляется Может, походу, я буду отвечать И, походу, буду дальше нажать Что вы скажете о том, что у вас висит на шее православный крест? Круто? Я думаю, одевать крест или панагию У меня еще панагию есть В принципе, иногда панагию нашу, иногда крест Иногда и то, и другое В принципе Панагия – это такой медальон Но когда одеваю медальон, то вопросов еще больше обычно Почему у вас медальон? Почему не крест? У нас же почти крест А у вас почему-то медальон такой Вот, поэтому, чтобы не смущать население Я обычно крест просто одеваю Так проще как-то Имидж православного священника Так вот, и почему Это крест старый, кстати Больше 300 метров Это благословение одного очень интересного человека Уже ушел в вечность Он уже митрополит Олимпий Грисов был такой Я имел честь Вот, возле него быть пару месяцев, наверное, где-то так И молодым служителем И этот престарелый митрополит Он мне вручил этот крест Как подарок И он уже был слабым Он уже, как говорят в православии Наладом дышал уже Был престарелым человеком уже Но он очень сильно меня полюбил Как сына У него не было детей своих Он монахом всю жизнь был Но он меня очень сильно полюбил как сына Просто это надо было видеть Я сам очень сильно переживал По поводу всего Вот этого, знаете ли И он мне дал этот крест И, значит, как память о нем даже Ну, во-первых, знак моего служения, в общем-то Это знак моего служения Кстати, этот крест носило много поколений Уже попов, значит, там, священников Еще попы, еще до Петра I носили этот крест Вот, а потом Он стрелянный, значит, священника Который в 30-х годах носил его его расстреляли И потом достали, значит, крест прямо оттуда Уже с тела, с мертвого, значит И там были следы от пули, значит, там И что-то еще там сказали мне Но потом выровняли Ну, кое-что осталось еще Мятина здесь Какие-то непонятные И, значит, и потом носил другой священник Который тоже репрессировали В конце сортовых Потом носил еще священник, который был другом митрополита Олимпия Это еще молодого священника в 50-е годы И потом он вручил митрополиту Тогда еще и прископу вручил ему этот крест И сказал, что вот Я знаю, у тебя будет как-то, но человек Достойный ты ему дашь этот крест Я вот всю жизнь его хранил И не знал, кому дать Вот тебе я хочу дать этот крест Просто тебе хочу вручить Я был так, надо же, очень меня это коснулось сильно Но для меня это не реликвия То есть я знаю, что никто на мне больше того, кто в мире А тот, кто во мне больше того, кто в мире И я часто ношу деревянный крест Особенно вот, когда самолетом часто летает Приходится, то проще деревянный митик Потому что там не надо снимать крест Там, например, проходишь там И тебе ничего не пищит с деревянным крестом А с летом он пройдет, бей-бей И все, приходится снимать Вот, и, значит, поэтому практичный с деревянным крестом Вот, ну, не знаю Для меня это знак моего служения Как мой религиозный бейдж, допустим Да, что значит, все знают, что это батюшка Батюшка, он и в Африке батюшка Я помню, когда с Америки летел, как раз, значит Ну, первый раз еще И шляпу мне там подарили Моя первая комбойская шляпа Я очень люблю кантри Моя слабость такая, кантри-мюзик, особенно Ну, Крищенко кантри-мюзик И, значит, был в Джорджии Там, ну, тоже ковбоев хватает Был в американской одной церкви, где кантри играют тоже Ну, не ковбойской, но так вот Близкой к ковбою И мне очень нравилось там у них Хорошие ребята, баптисты, но такие вот Зажигательные вообще баптисты Значит, там пастор Ричард Кулпеттер Крутой перец По-русски И вообще, очень интересные братья Очень интересные ребята такие Хорошие, они меня провожали И один из них мне шляпу свою дал Значит, у него тоже большая голова И, значит, и в ковбойских сапогах Не в этих, нет, тоже не в ковбойских сапогах Это с Вашингтона Значит, штат Вашингтона А, значит, а те были именно южные Южане, они по-другому немного шлют Там очень классные вещи, конечно Вот, особенно если из кожи гремучей змеи А основание из кожи кобры Это потрясающе вообще, да Ну, я вам расскажу еще пару интересных вещей Да, и лечу в рясь И с квестом на груди, значит, в ковбойской шляпе И все, и в аэропорту там В аэропорту, да, женщина Болицейская, ну, женщина чернокожая И меня спрашивают, удивленный, католик Чорчих? Я говорю, но Russian Orthodox, она вау Вот это православная зажигает Так что крест мне не мешает Я, вот, как бы Хотя, знаете ли, если я буду думать, что меня спасает крест То это будет моей проблемой уже Это будет тогда фетишизм Ну, проще говоря, идолопоклонство Вот, и это будет большой проблемой духовной Потому как, я даже рекомендую, кстати У себя в церкви это часто делают А пастор стал особенно в церкви у себя То я говорил, что если носите крестик То, ну, подумайте, зачем вы носите его Я-то знаю, что многие носят крест Еще, как бы, знаете ли, что повезет Значит, как бы, вот, смотри Талисман, да, защита, да, мало ли что Я обычно говорю, давайте Некоторые мне сестры и братья говорят, что Я, как не завишу от этих вещей Я говорю, хорошо, ну, давайте протестируемся Давайте снимите крестик, говорю, и не одевайте пару дней А потом мы поговорим на эту тему И, знаете ли, почти все признавались люди Что у них признаки есть, ну, зависимости Чувство неуверенности Вот, люди, выхожу на работу И вдруг, о, как будто что-то вот Не хватает, да Вот, значит, ну, знаете ли Крест, там, чеснок Что еще? Серебряные пули Осиновый колышек Святая вода Все, что хорошо для фильма ужасов От заката до рассвета, да? Там, там, зрелище очень красиво Да, как только там какие-то бесы Там, раз крест они увидят Они все в шоке О, все Но, что хорошо для фильма ужасов Или для жития святых Для реальной жизни не подходит Для реальной жизни имя Иисуса Христа И не просто имя Некоторые умники в книге Деяния тоже пытались Сыновья первосвященника Скева Помните, да? Как они опозорились Они имя Иисуса не услышали Слышали звон, да не знаю, где он И, значит, и тоже там Во имя там того Во имя всего Во имя Иисуса Христа Которого Павел проповедует Бесы в шоке До того они слушали Но после вот они сказали Они возопили бесы И вы тут А вы Иисуса знаем Павел нам известен А вы кто вообще И зовут вас никак И я не вспомнил Там такое было позорище Их избил, значит, этот одержимый И, значит, ну, хороший страх Божий Напал на верующих, на христиан И они там стали исправляться Работали над ошибками А то забыли об очищении Прежних грехов своих Они взяли книги по, значит, знаете ли Окультизму У верующих, у христиан Это закрытое было в домах христиан Представьте, они жили себе Ну, думали, может, это бабушкино Бабушка там яйцами выкатывала Воском выливала по этим книгам Прабабушка Это семейная реликвия Это просто Я уже этим не пользуюсь Но это как бы это семейная реликвия Так, наверное, они размышляли Но когда страх Божий напал Они все Им уже и не прабабушка не нужна И не прадедушка Они брали эти книги И сжигали пред всеми Там на 50 тысяч драхм Это вот слава Божья Слава Иисусу Христу Так что Пусть не пожалеет Рука ваша Что вы скажете про икону, которая плачет Что это чудо Божье или нет О чем дело плачет По ком слезы льет Что-то я не слышал про смеющихся икон Хотя, кто знает У нас Пробую заказать Заказать, да? Смеющихся Это как мешочек смеха Это сделать икону смеха Целуешь ее, а она сразу Ах Как бы щекотки боится Очень хорошая фантазия, да? Я же художник Ладно, я сейчас скажу Что вообще-то По поводу чудес таких Мне очень понравилась книга Рика Реннера На эту тему Очень хороший учитель Я очень уважаю книги И вот есть одна книга у него Как проверять сверхъестественные явления Вот Очень простая Они ее бесплатно с миссией рассылают Сейчас не знаю Рассылают Нет, но одно время рассылали Значит, письма только пишешь Они тебе их высылают И у нас в церкви почти все Позаказывали такие книги Значит, они им с миссией высылали Все это присылали И Очень просто Рик, как у учитель библейский Он, значит, из Писания Из Священного Писания Из Библии Взял принципы, критерии Как проверять сверхъестественные явления Как проверять сверхъестественные явления И Там На самом деле Согласно Писанию Ведь так оно и есть Чудо от Бога Оно прославляет Бога Не что-то Никого-то От Бога Прославляет Да? Очень просто, казалось бы Да вот Попробуй проверить им всем Мало ли В этой жизни столько чудес Там и сейчас Что диву даешься вообще И По поводу икон Скажу сразу Там еще, наверное, вопросы будут Но Скажу сразу Что в это время Икон не было никаких вообще Никаких Ни Иисуса Ни Марии Ни апостолов Ни ангелов Никого Христиане не имели икон И нормально себя жили И христианство нормально себя существовало И развивалось Распространялось Кстати Интересный момент Вот еще во время гонений В те времена Когда там Наши братья Там порой по техе ради Бросали льва На завтрак Знаете ли Был один император Который Остановил безумные гонения И даже дал свободу христианам Это был Александр Север Недолго была свобода К сожалению Императора Сменили другие Которые гнали уже церковь божью снова Север Александр Он стал императором В 222 году И интересный момент Он прочитал Евангелие Одно из Евангелий Он прочитал Постание к римлянам И некоторые другие писания Христианские Он общался с христианскими Епископами Священниками Больше того Его мама Она посещала Христианские собрания Он Во дворце своем Размещал Христианские служители Советовался с ними Давал свободу христианам И больше того Он у себя во дворце Приказал Одно из мест писания Выпить золотыми буквами Это было девизом Его царства Место из Библии Представляете? Слова Иисуса Христа И как хотели Чтобы сами поступали люди Так и вы поступайте с ними же Это Я когда О пасторе Как раз Валентине посмотрел Короткие Короткие то запись Видео Свидетельства Там как? Классно Когда человек Исполняющий обязанность Власть Он с Библии На столе Когда он может На самом деле Вот именно Ну как бы Указать на Бога Указать на правдивое Слово Божье И Север Александр Был вот Как раз вот такой Ищущий Бога Человек И он был философ Он не был военным При нем не было Войн При нем Дипломатия решала все Как бы Очень интересно И Но не типичным был Императором он Для Рима И Александр Север Он дал Христианам Даже в самом Риме Землю И говорит Пожалуйста Постройте свой храм Молитесь Вашему Богу Христианскому Потому что Мне очень интересно Все то что вы делаете А дальше Он сказал Собрав Служителей Христианских По поводу Иконта Он попросил Нет ли у них Изображение Христа Очень уж Ему Из Евангелия Понравился Иисус И он сказал Я хочу Своим художникам Дать Распоряжение Чтобы они сделали В дворце Его статую Допустим Его изображение Иисуса Христа И он попросил Чтобы Ну с чего Сделать Как бы Да Ну икону Образ какой-то Или же Дайте портретное описание Как выглядел Рост его Там Волосы Глаза Характерные Черты лица Как фоторобот Составите Вот как Иисус Выглядел При жизни Прошло Два столетия Уже прошло Христианской Церкви И христианские Епископы Священники Которые были Во дворец Приглашены Разочаровали Императора Они сказали Извините Ваше Величество Но при всем К вам уважении Вот Мы уже Два столетия Существуем В вашей империи Но Как христиане Но у нас Нет Никаких Изображений Иисуса Христа Почему же Потому что Христос Он сейчас Здесь с нами В нас И Но это казалось Немного Слишком Идилитично Говорят Император Приказал таки Сделать Иисуса Из Назарета Статую Говорят Для этого Был выбран Один очень Колоритный Еврей Из Рима И сделали В виде Равина Со свитками Иисуса Из Назарета И подписали Но Есть Предположение Что эта статуя Была потом разрушена Следующим Императором Но Мы не знаем точно Католические историки Об этом очень много пишут И они даже считают Некоторые историки Католические Что Александр Север Был как бы Тайным учеником И даже Ну О его маме И о нем пишут Как о Тайных верующих И Даже Дворцовый переворот Последующий Они объясняют Обычно тем Что Вот Рим испугался Олигархи испугали Что христиане Пришли во власть И поэтому Как бы убили Его И поэтому Был переворот И Все пошло Прямо по другому Христиан Опять вне закона Все отобрали У христиан Репрессии Начались Новая волна И Притом Очень жесткая Такая репрессия Волна началась И Ну мы не знаем точно Как оно было На небесах Посмотрим Значит поговорим Если он там С севера Александр То Можно Был с ним Поболтать Но Интересный факт Что за 200 лет Первых Не было изображения Иисуса Потом Прошло еще 100 лет И Даже Свости Прошло 150 Примерно 130 лет Даже Примерно 130 лет После Вот этого Разговора в Риме Императора С христианскими Служителями И уже В начале 4-го столетия Ну чуть позже Этого собора Событие Интересное Проношло Нет 30-й год был Не важно Я не помню По-моему Это было Все-таки 330 Какой-то Вот Но после Собора Первого Точно Было Интересное Событие Такое Характерное Тоже Императрица Ну как Правильно Сказать Родная Сестра Императора Константина Которая была Замужем Одно время За императором На Востоке Ликини Ее звали Констанция Кстати Константин И Констанция Три сына Константина Их называли Константин Второй Констанция И Констанция У них все На букву К И Так вот Констанция Императрица Она написала Письмо Одному Из христианских Служителей Это был Значит Кто он Евсевий Кесарийский Кесарий Палестинский В Израиле Если бывали То там Вам показывали Наверняка Вот эти вот Развалины Кесарий И вот там В этой Кесарии Был архиепископом Евсевий В то время Чем он был Примечателен Он был Первым историком Христианства Это был Христианский Геродот Будем назвать Отец Христианской Истории Через 300 лет После Иисуса Он решился Описать Историю Христианской Церкви Начиная От последней Главы Книги Деяний Апостолов И до Современных Ему Событий Он собрал Кучу информации Он сам Застал Эпоху Гонения При нем Христиан Сжигали Искарбливали Львам Еще он был Когда молодым Верующим Уже В мирное Время Он стал Епископом Церкви И у него В церкви Было очень Много Свидетелей Было очень Много Тех Христиан Которые Сидели В тюрьмах Которых Славия То есть Они Сами Видели Много Что В своей Жизни Они Рассказывали Истории О гонениях Потом Документы Протокола Допросов Там И прочее Были у него На руках То есть У него Был большой Материал И он Расспрашивал Старых Христиан Старых Верующих На Востоке В основном И также В Риме Расспрашивал О временах Гонений Как можно Более Детально Чтобы описать В своей книге Книга называется Церковная История На русском Языке Есть Но это Цензурное Царское Издание Но перевода Так и нет До сих пор На английском Есть полное Бесцензурное Издание Это Потрясающая Вещь Я вам так скажу Что Я Искренне Позавидовал Англоязычным Христианам Которые Бесцензурное Издание Где многие Есть такие Вещи О которых Русский Читатель Просто Не имеет Понятия Никакого Евсений Кесарийский На греческом Или на английском Есть в полном Объеме Бесцензуры Царские Переводчики Они Будем так Повреждали Переводы Умышленно Целой Главой Пускали И Предложения И Почему? Потому что Сочинение Евсений Оно пугало Кстати На английском Можно Библиотеках Очень многих Брать В электронном Варианте Сегодня И поэтому Сегодня Век информатики Уже Все распространяется Я думаю Что Скоро Будет и на русском Вязыке Полное Бесцензурное Издание Так вот Но Даже Для русскоязычных Читателей Есть Над чем Задуматься Даже в изданиях Официальной Церкви У постного Профессора В частности Приводится Такое Письмо Евсевия Кесарийского К Констанции Перевод на русский Язык Звучит Примерно так В его исполнении Постного Профессора Что В христианстве В христианстве Не было Изображений И нет Дело в том Что Констанция Обратилась После первого Собора С такой Просьбой Что Не мог ли бы Евсевий Найти Изображение Иисуса Или найти Хотя бы Портретное Описание Иисуса Как он Выглядит При жизни Чтобы по Описаниям Восстановить Его образ Почему Евсевий Я уже Объяснил Потому что У него Было Очень Много Информации Собрано Он Сам Был Осведомлен Епископ Вообще В своего Времени Так Вот Евсевий Написал Письме Своем Что Таких Изображений Не было И нет Больше Того Портретных Описаний Иисуса Христа Не сохраняли Христиане Умышленного Написал Не сохраняли Чтобы Не было Повода Для Идолопотворства В дальнейшем Поэтому Они не сохраняли Ни его рост Ни его цвет глаз Ни что А Описания Библейские Говорят нам Что В нем Не было Ни вида Ни величия Что Он был Человеком Неприметным Но В фильмах Он очень Красавец Конечно Там сразу видно Где Иисус В любом мультике В любом фильме О Это Иисус Красавец Идет Такой Что Непонятно Зачем Тогда Брали Деньги Иуде Давали Чтобы Он поцеловал Того Кого Надо По Переплачивать 30 серебряников Иисус Говорит им Ребята Я каждый день Проповедовал Вам Ну что В то и дело Что у него Самая непримечательная Внешность Была такая Обычная Заурядная Еврей И Знаете Как в спецслужбах Или в криминальном мире Используются Обычно Такие личности Выискиваются Даже Такие личности Которые Самые Незапоминаемые Потому что Чем более Запоминаемый Человек Тем Больше Проблемы Для спецслужбы Любовь Представляет Это в фильмах Про Джейса Бонда Можно посмотреть На самом деле Таких персонажей В спецслужбах Обычно Не используют За редким исключением Чаще всего Используют Самых непримечательных Самых незрачных Внешних Внешних людей Которые Можут Быть Десять раз На глазах У Толпы И вот Никто не запомнит И плюс еще Даже у своего внешнего Будет специально Умышленно Будет Ну Иисус был Мастером маскировки Вообще Конспирация Батенька Воскреснов Он шел С учениками И те так и не поняли Что это он Он так умело Говорил Он так Я обычно Еврей просто иду Они говорят Ты что Ты не знаешь Что было здесь В эти дни в Иерусалиме Они ему рассказывают Еще что произошло Представляете Ему еще говорят И он даже Когда они уже Нашли до места Он говорит Ну я пошел дальше Да нет Ну куда Уже темнее Слушай Ну пошли с нами Перекусим Ну ладно Если так вы настаиваете Но когда стал молиться Иисус уже Отбросил маскировки Своё там Может быть Умышленное картавение Или что-то еще Он помолился Как и есть И они Так это же Иисус Батеньке Он раз и исчез На самом интересном месте Представляете Вот Да Ну Иисус вообще Вел себя очень так вот Не по-человечески По-божьему Да И вообще Ну слава Богу Конечно И слава Богу Что Иисус не делал Таких пакостей О которых пишут о нем Сегодня в православных Книгах В кадовических Книгах Что мол Якобы Иисус сам Сделал свой автопортрет Ой-ой-ой Так называем Нерукотворный образ Якобы Один арабский правитель Там Какой-то там Бен Ладена Пристал художникам Чтобы они нарисовали Иисуса Христа Они мучились Мучились Но ничего не получилось Или плохие художники Знаете ли Плохим художником Вечно что-то мешает Вот Они еще не смогли сделать А Иисус говорит Ребята Иди сюда Он умылся перед ними Обмахнул полотенце Да Лицо шахтера Отобразилось лицо его Значит Там прям И якобы Вот Поэтому Изображению Ориентировались художники Потом В дальнейшем Ерунда Все это До первых Семь столетий Эту историю не знали Христиане Вообще Ни на Востоте Ни на Западе Ни на Севере Первых Семь столетий В середине Восьмого Столетия Во дворце Дамасского Халифа Абдал-Мелека Первый визирь Сочинил Такую сказку Там шахерезан Отдыхает И вот эта сказка Родившаяся Во дворце Дамасского Халифа Именно Первого визиря Она стала Основой Христианской Доктрины Ох что В первой половине Четвертого столетия Изображения По-прежнему Не было Представьте себе Если бы мы сейчас Как в мультиках В тех Насчет там Налетающий дом Взяви Налетающая церковь В те времена Перенеслись бы И допустим Мы с вами оказались Уже в Римской Византийской империи Четвертого столетия Свобода Христиане Везде Свободно Непуганные Верующие По всей Римской империи Пройдут Проповедуют Строят И живут Бизнесы ведут Потому что Налогов Нынче платят Чем все остальные граждане Многие льготы Появились У христиан Вообще И даже чиновники Многие Что отказывались Принемать христианство Их там Поувольняли На их место ставили Христиан То есть Если ты в анкете Пишешь что христианин Для тебя зеленый свет Твои дети Имей право на образование И как бы Ну Все как бы Хорошо Интересная история Через Каких-то там 30 лет По-моему 20 или 30 лет Ну немного времени прошло С 10% В городах Населения До 90% Уже были христиане Куда они глядят Везде христиане Ну понятное дело Что христианство Было уже Немного другим Вернее совсем Даже уже Качественно Другим И Были те Что Конечно пастыри Что Конечно же Били тревогу Говорили что так нельзя Но они говорили Ну время другое Слушай Брат И Знаете ли Константин Вообще был Очень хитрым Политиком И Константин И его мама Особенно Елена Именно они Заложили основу Для вот этой Вавилонии Как говорил Григорий Савич Сковорода Великий украинский Реформатор Вавилонии Окаянная Вот значит Как бы Вот это вот Как раз Вавилония Система спешания С физическим Христианством Именно с легкой руки Константина и Елены И началась Елена даже Организовала Такую Как говорят Церковную Археологию В Израиле Нашла Якобы там Место Где распяли Иисуса Христа Там крест Его На котором Его распяли Гвозди Молоток Копье Все что надо было Нашли Нашли там Кучу всего Стол За которым Сидело Святое Семейство И обедало Постоянно Хотя Их даже Не смущало То что В те времена Не было столов Но даже Это их Нашли Нашли даже Обрезание Иисуса Христа Ну Обрезками Значит И Один еврей Там Подбытками Выдал Значит Сделали Видимо Повторное Обрезание Я Не знаю Что Чудили Как Прикололся Может быть Даже так Может быть В истории Очень много Приколов Рождаются Очень много Порой Исторические Анекдоты Это не только Анекдоты Это как бы Жизнь Вообще Что в первом Покорении Было анекдотом Во втором Покорении Или в третьем А становится уже аксиомой Истиной Так вот И господа Скажу Что Вот Вот этот культ Всевозможных Этих реликвий Это все Постепенно Внедрялось В жизнь Церкви Ну конечно Нормально Христиане Смотрели на все Как на ребячество Константина И Елены Как на Вот такое Увлечение Непросвещенных Этих Политиков Которые Пытаются Соместить Как бы И рыбу И мясо Пытаются Соместить Как бы Несовместим Какие-то Продукты Пытаются Совместить Вот истинную Ложь Ну как бы Думать Ну пройдет Приметом Извиняюсь Как бы Кривая Сама собой Вырулит В правильное Русло Так вот И Но со временем К сожалению Было все Хуже и хуже Потому что После Константина И Елены Пошло все еще Дальше Именно по наклонной Вообще История христианства Мирового После Особенно Вот этого Вот этого Третьего собора 431 года Кривая история Христианства Она Вот Медленно Но неуклонно Как-то Знаете Вот Вот так Шла как-то вниз То быстро То мельнее То были попытки Реформации То снова вниз Но все равно Кривая история Христианства Шла вниз И так Продолжалось В нашей с вами История христианства До 1517 года До времени Реформации И потом После этого Времени Опять Не так быстро Тоже порой Медленно Порой падает Но христианство Поднималось наверх Выше и выше И вот В истории Христианства Конечно же Вот 16-е столетие Это время Реформации С лютера Кальвина Цвингли Аннабаптиистов Постепенно Постепенно Началось обновление Кстати Даже нынешний Католик это признают Папа Римский Ныне здравствующий Бенедикт XVI Порадовал Мировую общественность Тем что Снял с лютера Все прещения Анафематом Которые были возложены Пять столетий назад Де факто Признав Необходимость Реформации Тогдашней Законностью И правильность И Слава Богу Конечно Что Сегодня Через пять столетий И католики Об этом Говорят Но 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 и лютера Не судите Правда Сегодня Реформаторы Это На самом деле Те христиане Что Скажу так Несут Слово Божье Пытаются Именно действительно Соответствовать Слову Божьему Да И Переставить свою жизнь Церковную жизнь Общинную Да Семейную жизнь Именно На основании Снова Божьего Слава Иисусу Да И еще По поводу икон Когда же они появились Господа Они появились Как раз в конце Четвертого Начала Уже пятого Столетия Вот На этом же Отрезке времени Вот Переломное Было такое время И Иконы Также Пришли Из Африки Также Из Африки Северо-восток Африки Как и Монашество Как и Идея Многобожия То есть Молиться Кому-то Еще Помимо Господа Так И Идолопоконство Пришли Как раз Северо-восток Африки Я не Расист У меня Много Черных друзей Чернокожих Христиан И Скажу Что Но Истина Вот такова Что К сожалению Именно Черные Братья Принесли К нам Очень Много Проблем Тогда Даже Скажу Так Что Не просто Черные Христиане Чернокожие А именно Монашествующие Именно Через них Пришло Очень много Проблем В жизни Исторического Христианства Запомним Эту дату Роковую В истории Церкви 431 год Это был В Афиасе Третий Вселенский Собор На котором Впервые В истории Христианства Было заявлено Следующее Что Молиться Можно не только Богу Но можно молиться И маме Его Маме Иисуса Христа И его ближайшим Друзьям Апостолам Но Лиха беда Начала Через 20 лет Уже 451 году На следующем Очередном Соборе Уже молились Не только Апостолам И маме Иисуса Но молились И уже Будем так говорить Некоторым Святым Другим Святым Дополнительным Это была Ефимия Всехвальная В частности Ефимия Мученица Ефимия Ей молились Это исторический Факт известный И потом После этого Дальше Как говорится В лес Злее партизаны Я Значит Как вы относитесь Патриарху Кириллу Понимает ли он истину Мне очень трудно Как бы Мое личное отношение Такое Что этот человек Находится в большом заблуждении И в большой проблеме Духовной Конечно Но может даже Политической проблеме Чек системы Человек Плод С моей системы КГБ И РПЦ Такая Гремучая смесь Такая И Очень жаль Конечно Что Этот человек Он сегодня Является Патриархом Значит Все таки У меня Была мечта Все таки Что Патриархом Русской Церкви Станет Именно Ну Некий Как Александр Мейн допустим Вот такие священники Есть такие священники Есть такие служители В православной церкви в России Вот Борисов Александр Покойный Чистяков Был допустим Такого же племени Были те Кто Ну Никодим Митрополит Ленинградский Покойный Вот Был такой Вот именно Из тех Реформаторского Такого склада Но к сожалению К сожалению Пока контрреформация идет Политика контрреформации Надо молиться Я считаю Много молиться За то Чтобы Лидеры Церквей Вот Патриархи Эти митрополиты Чтобы покорили Слово Божьему Я думаю Что они Во многом Очень сильно Заблуждаются Конечно Особенно Касательно Писания Это просто ужасно Расскажите А святых мощах Где их берут? Места А знать надо Вам все расскажи А что у вас нехватка? Проблема с мощами? Да Мощная церковь А вообще Исторически Конечно Слава Богу Что первые христиане Опять таки Опять таки Не знали Этого безумия Значит Христианство Не было Вот с мощами С этими Вообще Останком Вот умерших Стали Поклоняться Стали их использовать Как раз Вот после Даже не этого собора А после четвертого Собора Через 20 лет Это было В тысяча О, извиняюсь Тысяча В 451 году В 451 году В Халкидоне Насколько я помню Там именно на этом соборе В Халкидонском Четвертом Были Впервые Использованы мощи Останки Ну, труп Умершего человека Умерший святой Вот той самой Ефимии Которую упоминал я Это было впервые Никогда до того Даже близко Не было таких традиций И прискорбно Что вот это Пережиток Как говорил Борисов Александр В своей книге Про Тилей Московский Пережиток Религиозного Средневекового Миросозерцания До сих пор Сохраняется Я попозже расскажу О мощах Хотя Время уже Не так много У нас, к сожалению Кстати, надо бы И перерыв сделать Да, я так понимаю Или вы ничего Я ничего Как американцы Гринчард Машин Постоянно может проповедить Есть учение О Каком-то А, тайно Извиняюсь О тайном восхищении Церкви Которое Явилось В 19 веке В первые века Христианства Не было Не было Ваши отношения О тайном Восхищении Церкви Вообще-то Это Нельзя говорить Что в 19 столетии Появилось Учение Оно было И в ранней церкви Такое учение И И сейчас И тогда Были очень разные Взгляды Христиан На эту тему Знаете ли О тайном похищении Но сам Иисус В принципе Об этом Намекал Он говорил Что двое будут На постели Один оставится Другой возьмется Ну это что Это похищение Тайное Значит Двое будут в поле Один оставится Другой возьмется Но здесь Тоже как бы Уж То есть Иисус Это тоже Имел ввиду Рассказывал об этом В принципе Вот Я думаю Кто-то может Интересовался Уже фильм Сняли недавно Христиане Потрясающий фильм На русском К сожалению Пока еще нет его Но те кто С английским дружат Уже ознакомились В интернете Уже выставлены Эти материалы Называется Иерусалим Обратный отчет Потрясающая лента Вообще Супер Она по всей Америке Сделала большой шум Огромный просто Иерусалим Обратный отчет Это по книге Джона Хегги Это баптистский Пастер из Техаса Один из лучших Учителей Библии Вообще Ну нашего времени Значит Это потрясающий проповедник Я даже рекомендую Наберите просто В ютубе Джон Хегги Или Хегги Его по-разному По-русски пишут Или Я могу Поговорить по-английски И Просто-просто Поинтересуйтесь Его Вот как раз Минута Семи лекциями Я немного познакомился Когда Только лишь Я был в шоке Я считаю Что по Экклезиологии Вот И по Эсхатологии Вот О церкви И о последних временах Ну никто лучше не учит сейчас Вот именно Лучше этого человека И Он написал много Интересных книг Его проповеди Дерегли в основу Многих фильмов Которые видели Многим Наверное Из нас Христиане Христианских лент Но вот эта Последняя лента Иерусалим Обратный отчет Это конечно Потрясающе было И до сих пор Шумят в Америке На эту тему Потому что Как раз Именно тоже И о восхищении В последних временах О том что Согласно Библии Произойдет на этой земле Экранизировано Максимально Слава Богу Так что рекомендую Джона Хэгги Я сейчас Я похожий Пишу Почему Писание Учит Что мы будем Иметь Недленные тела А Недленные тела Да В Исайе Что Столетия Будут умирать Столетия Будут умирать Молодыми Почему говорится Что Когда явится Иисус В церковь Будет Вознесена Это уже не совсем По церкви По истории христианства Теме Это уже Больше Человек интересует Как бы Теологией Да Проклятий Уже не будет Болезни Проклятия Но В книге Откровения Написано Что дерево Для исцеления народов Ваше мнение Ну я понимаю Буквально это Что действительно Будет Недленные тела Значит И несмертные тела Наверное Вы крутите Просто Период Тысячелетнего царства Значит Именно как раз С уже Вечным царством Бога Наверное Из этого Такой вопрос Возник у вас Или может быть Вот свидетели И Бога У них есть Своя точка зрения На эту тему К сожалению Очень часто Они совпадающие С библейским Взглядом На Именно Последние времена И Пришествия Иисуса И суд И прочее И жизнь И смерть Я не против Свидетелей Но против Личных Них А против Вот тех Ножных дотрин Которые Они распространяют Может быть Я ошибаюсь Может быть Иметь другое Что-то Как я понимаю Сейчас На ходу Извиняюсь Все-таки Больше интересуют Вопросы Сейчас по истории Церкви А если брать Из истории Кстати В истории Христианства Если брать Из истории Доктрин То в те времена Тоже были Очень разные мнения Допустим Были Александрийская Школа Богословия Африканцы Африканская Школа Богословия Оригентом Знаменитый Его Ученики Его последователи То там Было мнение Допустим Тоже И о восхищении Церкви И о Очень разные Были мнения Тоже На эти события Кстати У нас В колледже Иакова В Киеве Там было даже Такое Обсуждение Допустим Восхищение До Великой Скорби Во время Скорби Или после Скорби Вот мы разделились На три группы И обсуждали вопрос И каждая группа Должна была доказать Вот эту точку зрения Свою На основании Писаний И у всех Трех групп Получился Ну блистательно Фактически Значит Всем были пятерки Значит Группам Отмечены На отлично И вывод Такого Мы сделали Ну он сам Напрашивался После этих Дебатов Всех Что Каждая Из этих Точек зрения Достойна Уважения И внимания Я думаю Что Господь Он умышленно Даже не указал Точности Некоторые В этих В этих В этих Чтобы предоставить Не Это было Это было Точечно Иисус Христос Проверенный Значит К нему Канад Коплин Приезжает Все время На Вот именно Молитву Он проучит Многим Очень Лидером Политиком И Потрясающие Вещи И Значит Что Будет Это все Реально Будут Те христиане Которые После Восхищения Они останутся Будут Внести Слово Божье И даже Те палачи Которые Будут Казнить Христиан Даже Они Будут Каяться Вот так Что Дух Сюда Будет Касаться Приходить Обличать И давать Им покаянки Слава Иисусу Просьба Помолиться За Помолиться За людей Мы Помолимся Пусть Господь Благоставит И Здесь За Лизу Иванову Помолимся Думаю В конце Об этом Почему В православии Не говорят О десятинах Не только О десятинах К сожалению Много О чем не говорят Православие Но и о десятинах Также Чего греха таить Об этом тоже Как правило За редким Исключением Не говорят Хотя По совести Учение О десятинах Оно Ну Является В православии Ну как бы Финансовым Это Угловерствующее Учение Допустим Когда Русь Приняла Христианство Когда Русское Христианство Кто помнит 988 год Да Совершенно верно Пятерка Пастур Отлично 988 год Крещение Руси И Что сделали Батюшки Покрестив Киев Начав Крещение Руси Первым делом Что сделали Собрали Все Десятин Первое Что сделала Церков Православная Покрестив Киевлян Покрестив Начав Крещение Руси Первым делом Сразу После Крещения Отдай Десятину Священники Приходили Описывали Все имущество Крещаемых Людей Крещеных Людей Допустим Десять коров Есть Одну корову Отдали Десятину Собрал Урожай Часть Священники Все Полностью Переписывали Имущество Движимость Недвижимость Все Абсолютно Животный Мир И Десятину Собирали На десятину Киевлян Известный факт Была построена Первая Каменная Церковь На Руси До того Была лишь Деревянная Была задумана Постройка Каменного Храма Византии Ни копейки Не выделила Было решено Чтобы Сами Славяне На свои деньги Построили Эту церковь Князь Одобрил Эту идею И она была Построена На десятины Киевлян Крещеных То есть Собрали все Десятины И этого Хватило На стройку Первого В истории Руси Каменного Храма Она Эта церковь И называлась Долгое время Десятильная Церковь Она потом Была разобрана Уже Обветшала И прочее При Екатерине Второй Значит Вообще Десятильная Церковь Она сегодня Восстанавливается И Учение Десятильной Я верю Тоже Восстановится В православии Все это Время Начиная С 988 Года По 1917 Год Учение Десятильной Было Обязательно Для всех Православных Христиан Если мы Допустим В начале 1917 Года Во время Революции Как ее У нас Называли Одно время Буржуазно Демократической Когда пришло Первое В истории России Демократическое Правительство Во главе С Александром Керенским Которого У нас в истории Очень много Ругали И до сих пор Ругают К сожалению Хотя Сделал Очень много Для России Очень много Да Был Очень Короткий Опыт Демократии В России Меньше Года Он Продолжался Но Керенский Сделал Очень Много За этот Неполный Год У нас Обычно Чуть не Дорочком Выставляли Раньше В советской Истории Сейчас Не так Уже Но Раньше Это Было Так И Я помню Те уроки По истории Просто И В 1917 Году В начале 1917 Года Одно Из Первых Распоряжений Керенского Это была Свобода Церкви От государства Его политика По отношению И вообще Политика Временного Правительства По отношению В церкви Была очень Интересной Уникальной В истории России Не было Аналога Они заявляли Членом Правительства Временного Влаист-Керенским Что Церковь Отделяется От государства Как партнер На равных То есть Мы не влияем На церковь Не указываем Куда там Тратить Их деньги Кого там Назначать Кого снимать Пусть церковь Сама решает Невероучения Керенский Одно и то же Из первых Его распоряжений Отменить Всякое Уголовное Преследование По вопросам Вероучений Тысячи Христиан Разных Деноминаций Сидящих В тюрьмах Царской России Были отпущены На свободу Было Объявлено Керенским Выступление В Петрограде Шокирующее Выступление Он взял Этот шестнадцатый Том Из свода законов Российской империи И полностью На глазах Его просто взял И уничтожил Заявил Что этот Из свода законов Российской империи Полностью Изымается этот том Который говорил Как раз О взаимоотношениях С религией И где было сказано Что глава церкви Его императорское Величество Это была церковная Революция настоящая Которую Керенский Провел Очень коротко В течение Бухвально Месяца двух В общем Большинство Человек Сирот Были в шоке От того Что это происходило И Также Одно из первых Распоряжений Керенского Было Объявление О свободе В вопросах Десятин И пожертвований В церкви То есть До семнадцатого Года Не было свободы Выбора Если ты был Православным А таковыми были Подавляющее Большинство Населения империи Если в паспорте Было обозначено Или В книгах Было обозначено Что ты православным Вероспобедание То Десятина Была просто По умолчанию Допустим Если ты работал На производстве В конце Девятнадцатого Столетия Век Индустриализации Насчет строительства Многих Фабрик И ты был Фабричным Рабочим То С твоей Зарплаты Десять процентов Они Даже не шли К тебе на руки Они сразу шли Автоматом В церковь А с девяносто Процентов Всех остальных Брались Налоги Штрафы Вычеты И В своде Законов Кстати Империя Российская Была очень Красиво Сказано Почему Десятина Не облагалась Налогами Никакими Потому что Это Святыня Господня Написано Вот Поэтому Ее Даже Государь Император Налогами Не облагал Она Шла Сразу Шла Автоматом В церковь Потом Если ты был В сельском Хозяйстве Так Было Большинство В России То Десятая Часть Твоего Урожая Она Отдай Негрешенно Сразу Шла Тоже В церковь Утаивание Десятины Считалось Преступлением И Коран Преследовалось Уголовным Кодексом То есть Если бы я Сняла Что ты Утаивал Десятину Допустим При контрактах Если ты Был человеком Бизнеса Допустим Да Начинал Бизнес И ты Был Бизнесмен Допустим 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 Допустим